прикольно у саратовского восхода довольно таки большой павильон стенд ну так вот руки в такую машину конечно совать не надо все блестит и классно выглядит все таким хочется засунуть туда руки а удобно ли туда засовывать руки украшение русская трапеза любимые семечки, Мартин кто бы мог подумать когда вокруг нее обмывается и все а это что здесь? это для маги это для маги машины для маги это для маги саганов ну конечно как без русского холода и вкуснейшего мороженого самое вкусное мороженое в мире считается мороженое итальянское шарик манго черного не хотите ну давай шарик манго это у вас простительное? здесь есть планира ну я увижу планира а то что сарветы а без жира вообще на вкусовое вставить есть украшение поищу остальные а где все к в позиции а какие бывают рожки для мороженого любого цвета собственно говоря никаких проблем холодный уголь странное название для мороженого вот такое молоко А прикольно было бы, если бы африканец ел черное мороженое. Наверное, это было бы супер зрелище. Вот оно, собственно говоря, само то мороженое, черный уголь. А подскажите, черный уголь, он сколько стоит? Попробовать можно? Возьмите попробовать. Ура! Можно попробовать черное мороженое. А это окрашено чем? Каракатицей? Активированный уголь? Вот так вот. У меня есть мороженое. Завидуйте молча. Черное. Откроешь мне? Вот так оно выглядит внутри. Оказалось, я-то наивно полагал, что это с активированной... Ой, с краской каракатицы. А это оказалось... Да, конечно. Активированный уголь. Ну, написано, что полагаля. Активированный уголь. Ну, вот так выглядит необычно. Могу сказать, что уголь на зубах не скрипит. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вкусное мороженое. Без вкуса шоколада. Кстати говоря, где мы не останавливаемся, везде появляется толпа. Ну, здесь везде толпа. Чтем по 16 часов. Поверьем номер 7. Сал 5. На стенде грузной компании «Буд Круз». «Колибри», город Борф. Удачная очень вещь. Хочу сказать, что вот мороженое «Твикс», наверное, из всех видов мороженого, это самое вкусное, что можно попробовать из этой серии. А вы дистрибьютор, да, вот этой компании? Я просто не рад. Но там уже того качества, которое было у Apple Frutte, уже не повторили они. Apple Frut, я помню, шикарная была. Несколько вкусов. А Шолер немецкая марка не пришла, не вернулась после тех вот кризисных? Честно не знаю, они к нам отношения не имеют, я с ними не работал никогда. А вы в Москве прямо расположены, да? Да. У вас только крупные поставки или мелкие опы? Нет, мы работаем везде. Это сетевой ритейл, это оптовые продажи, это магазин за прилавком, как угодно. Кафе, торик. А можно ваши, я даже вот не это самое, не попадалось мне, я видел на заправках такие вот продаются? Да, мы Рослифт, Лукойл, если что есть, пожалуйста, там можете увидеть. А есть ваши контакты как-то? А, вот, увидел. Спасибо. Да не за что, сходите раз. Я так понимаю, что только у них есть право на производство. На продажу. На продажу? Угу. Потому что ты сказал, что все права и со всем оборудованием. Холодильник, автомобиль по доставке, по логистике. Да есть. Спасибо. 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 Ну, тоже есть какое-то черное мороженое. Море рожков. Море рожков. Белорусский промбел Здравствуйте Спорим, ты видишь много? Знаешь, да Знаю, а девушки загрязнущие от этого Да, да, да Можно бренды? Ух, там какие Здесь пламбир, там пламбир Это фруктовый лед, да? Да, там бабочка из-за Вообще, ряд пламбира Пламбир в йогурте Что ты хочешь? Думаешь, это ряд чисто пламбира? Вот тебе есть мотер с облепихой Они вижу, что это брусника и малина Ох 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 Более ростов. Пойдем? Попробуем? Да любой. Белорусский. О, прикольная машинка. Раз на бочку. Какой-то насос. При себе необходимых ленинцев, доверишь, что камер сами ставят. Глеб, можешь нам найти там в конце и спросить, что это за сырное мороженое? Ну пойдем, Агни. Сырное мороженое. Мы же хотели посмотреть селедочное мороженое. Черное мороженое. Оказалось, что черное мороженое, оно не с краской каракатицы, а с активированным углем. Как ни странно. Где? Здесь. Мы увидели в каталоге у вас сырное мороженое. А можно его купить, попробовать? Ну, вообще, как бы мы не продаем, но мы его сегодня не провезли. Хараул. Мы приехали специально, чтобы попробовать черное мороженое. И селедочное мороженое. И увидели сырное. Что ты издеваешься? Ты куда? Черное мороженое мы уже попробовали, оказалось с углем. Но вот сырное увидели, думали. Совершенно невкусное. Нет, нам попалось невкусное. Как обычный пломбир. Ну, да, это ванильный мороженое, да. Коричневого цвета. Почему коричневого? Черного, ты что, не видишь? Мне показалось коричневым. Ну, не знаю, у нас черное. А, да? Правда, видишь, что? А у вас и черное тоже есть? Да, конечно. И тоже оно с углем? А в чем это, это самое, как лухишка, это как ассортент? Зачем он нужен? Просто для цвета? Для цвета только, да? Красивый, да. То есть, никакого сакрального смысла там другого нет? Только цвет. Просто мороженое, да. Ладно. Спасибо. Пойдем смотреть итальянцев. Ну и что, мороженого экспозиция, конечно, довольно-таки большая. Ну, известный факт, что оборот мороженого в мире стоит после сигарет и алкоголя. Сигареты – это не пищевая промышленность. А табачка к чему относится? Пищевой. Да. Я не помню, блин, здесь нет. Сигарет здесь нет, конечно, отдельно. Я вообще-то хотела дойти до конца, там, до Баскен-Робинса. Мы до Баскен-Робинса дойти, наверное, не сможем. До Баскен-Робинса, говорю, с такими темпами мы не дойдем. О, это что, Филевская? Да. Мы любим Фист и Айзбери. Ну, что, мы не увидим каравайку? Ну, мы с вами будем. Ну, мы же очень хорошие пищевые. Карау-Ваева. Скажите, а у вас тоже есть модное в этом сезоне черное мороженое? Или нет? Рожки. А, ну, рожки. Рожки мы видели. Ну, и так. У Баскен-Робинса не оказалось черного мороженого. Не в тренде Баскен-Робинс. Не в курсе. Но зато у них есть сне мороженое. Это тоже круто. Есть стенды с совсем загадочными названиями. Что продают, что делают, не разберешь. Всего зеленое. Здесь есть черная смородина. Ну, черная смородина. Нас этим не удивишь. Все цвета радуги, по-моему. Не, какого-то не хватает. Синий, например. Почему из Белоруссии? А вот это сладкий родливый. Ну, куда же без ростовых кукол? Ну, ладно, давай, ездите. Бахрома. Что такое бахрома? Тоже, судя по всему, какое-то мороженое. Крымские традиции. Вот так вот. Неужели мороженое из Крыма? Спасибо большое. Ягоды. Да, спасибо. Спасибо. Нет, павильон с алкоголем оказался больше, чем павильон с мороженым. Вот целый огромный нарядный стенд с подарочной упаковкой. Вот так вот. Кто не знал, винтовую крышку выпискает Геннад. И пусть меня обвинят в рекламе. Вот такие нарядные бывают крышки. Практически готовые медали. Проковырял дырку. И на шею. Проковырял дырку. Нарядные девчонки у некоторых стендов. Такая махрома. Наверное, интересный будет еще павильон с чаем и с напитками. Проковырял дырку. Проковырял дырку. Вот когда я стану большим, я тоже буду делать мороженое. Вот такие бывают ламинированные коробочки-баночки. Мне не больше нравятся, чем вафельные стаканчики. Smart Great! Разумная компания производит что-то очень разумное. Пожалуй, борьба. Евроавтофургон. Я имею ввиду, когда езжу. Я не могу пройти мимо этих скляночек. Компания по производству скляночек. Супермаркет упаковки. Китайский, кстати. Я не знаю, здесь чай, кофе есть недалеко. Пошли. Я думаю, там движуха будет вообще полная. Ну, такая. Ну, ты напробовала что хочешь или что, пломбиров хочешь? Ну, не хочу. Вот иди. О! Да. Есть стеклянные баночки, а есть жестяные баночки. А вообще разные баночки. Сюга. Сюга. Непонятно. Непонятно. Руспак. Вот так вот. Судя по всему, водка Финляндия. Убаковка делается здесь. Похоже очень на бутылки от водки Финляндии. Нет? Не знаю. Не надо. Много технических деревьев. Да? Не, не надо. Да. Так мы и купоркой занимаемся, но есть свои формокомплекты на стекольных заводах и на заводах, поэтому все можете сделать. Угу. Ладно, спасибо. Ну, короче, даже в небольшом сарайчике можно организовать нормальное предприятие по упаковке каких-нибудь семечек. А мы же в алкогольном были, да? Нет. Нет. Не были? Нет. Ну что, куда идем дальше? Давай, иди. Пошли в этот, в алкогольный твой. Я не знаю, куда чай. Не знаешь, где чай и кофе? Я не знаю. Если честно, они не очень понятно пришли. Ну да, с навигацией тяжело на выставке. Полно народу. Стеллажное оборудование. Да мы по названию вас найдем. Ну, это что-то уже отдел для алхимиков. Полпачки для алкоголя. Ну, спиритус. Это и есть алхимия. О, мастерская мороженого. Айскрафт. Крафтовое мороженое. Надо же. Ну, вот так вот. Вы думали, только пиво бывает крафтовое, но крафтовое есть и мороженое. Да. Именно так. Ну, мы первые его законодатели. Ну, стандартные ингредиенты, сухие сливки, распариваете и так далее, нет? А снова по-другому делать? Да. Снова делается хвостовское молоко со сороком годности 5 дней, которое нам каждое утро приносим. Такие сливки. Все. Мы жирность поднимаем только сливки. Никаким. Ни маслом. Никакими там палитными растителями. Нет, нет. Ни маслом поднимаем 30 процентными сливками. Но это у вас формат вот кафе исключительно? Или это вот в таких ванночках поставляете на точке розничной? А, в банках, да? Да. Ламинированная там бумага, да? Да. Полосу пищевая. Полосу пищевая. Полосу тоже крафтовый картон. Которая церковная церковь. Угу. И, соответственно, если это клубника. Мы взяли живую клубнику, ну, заморозку сейчас для зима. Блендером размололи, сделали клубничный сарбет. Если это манго, то мы привезли мякоть манго, 60% добавили, сделали манговый сарбет. И все мороженое абсолютно так делается. Киви. Покупаем киви, чистим блендером и отбиваем. Фишка, я так смотрю. Сегодняшнее это черное мороженое у вас ассортимент тоже есть? Ну, мода пошла, я так увидел. Один ресторан заказал, вы для него сделали. Это вот это черное, да? Вот, нет, нет. Сарбет, черное листье с прованскими травами. С прованскими травами. Попробуйте. Мы вообще пришли, искали, думали, что попробуем, наконец-то, мороженое со вкусом селедки. У одних нашли мороженое со вкусом сыра, но его нет по факту. Закончилось все. Вот мне сейчас пришел человек в Челябинске и говорит, у нас мороженое томатное. Просто в Челябинске на улет улетает. Я даже не могу представить, что это такое мороженое с помидорами. Понятно. И сколько у вас такой шарик? Да нет, у нас это самое такое. Мы далеки от мороженого. В стародавние времена, до 98 года, до кризиса этого с экспортом, мы занимались вот этим мороженым, которое в этих морозильниках продавалось везде. И пингвин был производством. Вот такое мороженое, первое пингвин привозили. И как раз у нас было несколько лотков с ними. С такими. Брали у них и продавали вот в таких вот вещах, ванночках, шарики, катали. Шарики где-то от 30 рублей. Недолго. Ну, согласен. На лес можно торговать. Да? Дети любят. Взрослые любят. И шарики раз, но это как праздник. Не, ты когда ты продаешь шарики, то ты взвешиваешь еще. Потому что у тебя стоит на точке продавец. Ну, может вот такой шарик скатать. Ну, может вот такой скатать. Понимаешь? Не, ну да, там коэффициент. Ты ему даешь ванну, ванне 2200 вес. Она, поедине, с него там 50 граммов шарика должна делать 44 штучки. Ага. Она может сделать 80 и набьет тебе карманы. А ты как бизнесмен ничего не заработаешь. А если ты ей 2200 весом отдал и сказал, что ты продаешь его 2000 килограмм. И она тебе за 2200 отчитается, понимаешь? Ну, это специфика просто учета там. Ничего такого страшного в этом нет. Ну, просто у нас свои капуста и объекты стоят. Мы много обдвигались. Можно мне два шарика сделать это черного мороженого? Сколько оно будет стоить там? Сколько. Мы не поддаем за выставку. Выставка, да? Сделай, пожалуйста, черных два шарика. Ну, есть большое желание, конечно, вернуться в это. Пару точек сделать, потому что мороженое… Ну, да. За исключением тех моментов, когда на ночь отключают свет и утром приходят… Приходят, это самый какой приходят… Если где-то в торговом центре будете стоять. Отключили, отключили. Сделал утилизацию, на торговый центр повесил и все их проблемы. Ну, это сейчас такие совершенные договоры. Раньше такого не было. Ну, раньше. Раньше пришел, расставила твоя проблема. Ну, и витейну надо хорошие, качественные покупать. Ну, у нас польские были. А потом появились только уже корейские, еще какие-то. Ну, у них агрегаты были разовые практически. Вон там 3-4 перепада… ну, падение напряжения существенных, и они горели. Даш, возьмешь? А вы это производство, это в Москве или где? Да, в Москве. Это бывший завод Кристалл, если знаете. Кристалл, алкоголь? Ялза. Ну, они швы не сняли алкоголь. Ага. И вы там на их территории, да? И все цехащи свои, мы просто сдаемся. Это по Ленинградскому шоссе, по-моему, куда-то туда? Нет, это Ялза с третьим кольцом. Не знаю. Не, не было ни разу. Лефортово. Ладно, спасибо большое за информацию. До свидания. Куда ты убегаешь? Это тоже очередная порция черного мороженого. Вот крафтовое мороженое, оно тоже в тренде. Модняша. Они понимают, что еда это не только поступление калорий и питательных веществ, но это еще и стиль. Простите, вот это да. Тут годами коллекционируешь пробки, а тут на тебе, можно мешок пробок себе купить, и у тебя будет все круто. Во. Во. Вот это я понимаю. Стойки, эти самые сидушки для бара в виде пробок. Ну, а я думаю, что действительно должны быть, если есть пивные бары, то, наверное, должны быть и бары и винные. Или прямо исключительно для шампанского. Клубника, сливки, шампанское. Ну, ты хотел по оборудованию пройти еще? А это и есть оборудование. Это упаковка, вернее. Ну, пошли там и на выход туда, а потом посмотрим, где зайти. Вот. Запомните, у кого такие модные стулья есть. Крышечки. Очаково-логистическая компания. О. Лучше всех освещённый стенд. Это Этики. Паркетки. Ну, всегда приятно увидеть земляков на выставке. Компания Восход у нас из Саратова. Делает оборудование. Ну, в основном я так и умная. Там много вообще на самом деле. Не только для хлебопекарен, но и для целой столовой. Вот следующий павильон. Бейкер Хаус. Ну, понятно, что здесь всё связано с выпечкой, с канигеркой и со сладостями. Компания Восход у нас. Посмотрим, что такое бейкер хаут Раминский 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 Больская конфета Кто бы знал, что есть такая компания Она даже есть Но Больская конфета известная коровкой своей Боже мой, тут медалям места нет Вот так вот Знай наши Больская конфета Рекомендую Лучшие конфеты коровка Какие только можно купить В этой стране Наши люди Тут всех регистрируют Берут контакты А все равно на всех конфет не хватает Здравствуйте Здравствуйте А это вы прямо из Вольска поставки или в Москве что-то стоите? У нас два офиса В Самаре производство находится в Вольске А, то есть и главная ситуация в этом в Самаре Потому что помню, что в Саратове в Вольске нельзя было купить этот конфет Вот это У нас там наш магазин Где? А, этот? Это Рекс Пакал Адрес К сожалению Вы простите, кого представляете? Я из Саратова Из Саратова? Да Никого не представляю Мы смотрели оборудование Смотрели мороженое В общем Да Главным образом Там восход стоит в Саратовске Увидели Вольск Где-то адрес магазина, где прям продается Весь ассортимент Весь ассортимент Ну все знают эту коровку Когда едут на поезде, ее продают И все готовят деньги, чтобы купить эту коровку Потому что это реально лучшая коровка вообще просто в стране Спасибо Спасибо Ну это нависка Она сделает Лианна Что это? Реинкарнация Рафаэла И нутелла О, вот так вот Хороший подарок музыкантам Видели скрипки И балалайки 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 патриотам Вообще, конечно, на выставке можно увидеть много того, чего даже в Москве просто так не купишь Ага Драконы Ростовые куклы Драконика Это круто Вот так вот Спасибо Конечно 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 Зеленые Конфеты Это Интересно Мартин Для высокой качества Ну там ничто Ну там ничто От зеленой драконики? Нет От Мартина? Ну это не тот Мартин Да вы чё Это тот Мартин, который кормит нас семечками, от которого мы, блин, толстеемся не по дням, а по часам Ну привет, Мартин Вот мы тебя и увидели Ну, собственно говоря, и их создателей и продавцов Мартин Почему так? Оказывается, у них ещё есть масло производство Вот Солнечки бывают даже в стакане, не только в пакетах Прикольно Презент от Мартина Спасибо Всё клёво, мне дали презент от Мартина Я буду толстый и упитанный Давай пакеты Смотрите, даже спухарики есть У Мартина Как ни странно Нет, спухарики мы не пробовали Но чипси тоже Да Кондитерка сладостей Ещё больше Более плотный павильон О, как надо подходить к выколке товара А то, блин, насыпят, не пойми чё Где? Отлично В йогурт я больше люблю Красно Вернёмся к выколке конфет Парочки Правильно Себе и любимой конфетку А не то, что одну или наоборот ведро Маракон Макарон Вот, тоже интересная тема Макарон Я-то думал, вот все время только готовые, ой, в смысле их делают Но оказалось, еще и просто продают Так что никакого крафта Все производится на конвейере и продается с целыми вагонами Невский кондитер Уделенные очки Мишкино Чоколад Чего? Где? А, вон Турция, наверное Да ладно Ну давайте там же Глебный спас Неудобно Карпальские Семечки Ну, опять семечки Ну нет, о, тут медали есть Я, конечно Поедаю Мартина Толстеешь От них, конечно Очень быстро Вторая моя любовь Это пастила Луком Конечно Коровка Бай Да И тут коробка Турция Турция Обиделась на них И стала Один Турция Турция Сейчас мы найдем Свои Турция Любимые Ну, пожалуйста Ну, пожалуйста Короче, этот павильон Еще больше, чем Все остальные Зефирка Где зефирка? Самая большая зефирка Вот так вот Посмотрите Знаете, что она там получается? Красный пищевик Вот так вот Даже продукты должны быть С идеологией Красный пищевик Не просто так Это коммунистическая идеология На нашей столе Как бы нам выбраться из этого лагеринга Чего? Я мотивирую Конечно 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 Пойду Бобер Судя по всему Как символ Беларуси Что ж такое? Это ютуб С такими чемоданами Физер Слабкий 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 Снег Блин Чего Как Физер Сухле что это значит непонятно жалко что видео не дошло до того момента когда можно было бы просто транслировать запах и вкус вот это специальные зефирки для жарки вот так вот мне ребенок конечно говорил и жарил но я не верил я не думал что их так можно есть блаженство поставила ребенку такую такой ростер и жаришь зефирки конечно будем мне дали зефирку спасибо да как все вот они конечно дизайн обалденный уважаемые таких не купить не иначе как это чего-то там блин это сыграл типа на ореха чемпионность овсяных печеньев ну а орехи моя слабость если сладкие вещи съесть немного и будет дурно по орехи можно есть гораздо больше так вот фабрика по производству казинак о медвежата гелевые жили жили джели дыр вот как настоящий мужики продают сенечкой вот это пакетики я понимаю это уж точно премиум пряничный домик посмотрим есть ли тут пряничный домик нет пряники наверное вкусные но имбирных судя по всему здесь нет а именно имбирные пряники идут на пряничный домик это знает все 3d движущаяся культура то сервис представляет александровские коровки молоко завернутое в панте это шедевр кондитерского искусства под названием александровские коровки нитка александровские коровки александровские коровки александровские коровки что интересного а нитка слушай такие вкусные зефирки такие сладкий снег называется там с тобой сходите или ты сама найдешь сходите ну пойдем посмотрим сладкий снег 3d а мы едем пойдем сначала поговорим вот спортак туго что здесь некуда выкинуть какой-либо мусор зацени тамбовский волк вот так вот вот такие вот семечки пойдем туда перейдем по-моему там в сторону короче мы заблудились мы попали в ряд со снековой продукцией мы ищем чай и кофе тоже должно быть интересно снековый центр Сибири вот так вот концерна шоколадница вот бано просит завтра в 3 часа Рузик. Рузик наше все. Натуральный с сахаром. Кукурузные. Смотри, вот этот вот десерт, который турецкий, который волос ангела. Какой? Ну вот волос ангела. Пойдем, побудешь, подойдем. Какой-то турецкий десерт. Раз не знаете, подойдите, попробуйте. Можно? Нужно. Так это лукум или нет? Нет, это не лукум. Это что-то тут, какое-то таинство целое, да? А вы чем занимаетесь? Маленький. Чай. Мазме? Да. Ну и что, ты попробовал? Чуть такой. По-думаю, мы это из Египта привозили. Из Египта? Мне кажется, стоило. Ну, а стоит. Нет, там все мы не были, но... Продукт, по сути, турецкий, очень популярен в Иране, Сирии. Ну, они там в арабских странах. Так это что, по сути дела? Это пешмани. Это что-то среднее между толвой и сахарной ватой. Понятно. Восточные сладости. Восточные сказки. Восточные сладости. Точно. Вкуснотория. Ну, ладно. Где вы занимаетесь? Фудтраки. Ну, у нас не сладости, у нас в основном булочки и бургеры. Пойдем. 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 Ну, самое вкусное, конечно, это кукурузные палочки. А все остальное, это, конечно, да. Здравствуйте. Торговый дом Рузик. Мы даже не знали, что Рузик столько всего разного делает. Да, производит большую линейку. А вы с какого региона? С Саратова. Из Саратова лично можно обменяться контактами после выставки, сделать предложение. Да, в больших сетях везде есть, но в маленькие не берутся с таким товаром, я думаю, работаем. Почему? Вы себе представляете? Нет, у нас вообще это разъездная торговля, фудтраки. Фудтраки? Да. А основная категория у тебя какая там фудтрака? Остановилась машина, купила там кофе, поесть и поехали дальше. Придорожная? Ага. То есть основной ассортимент это быстрый перекус и кофе? Да, да, да. Так у нас снеки есть. Фудтраки отличные. А Рузики это где делают? В Самаре. Да, это все. В Самаре. И оставим свой контакт после выставки. Свершутся, делают коммерческие. Это правда, что вы практически единственные и последние остались, которые кукурузные палочки делаются натуральным сахаром, а не заменителем? В части, да. Или уже перестали делать тоже сахаром? Нет, нет, натуральный сахар. В лучших традициях, да? Да, сахарный пудрый сахаром. Многие переходят на заменитель сахаром. Синтетик. Мы не делаем так. Практически спортивное питание. Можно хотеть, кстати, внизу, оно и приставлено. Это хлебцы с добавками. Это хлопья натуральные, экстрадионные, глазированные, не глазированные. Глазированные мало, вообще кто выпускает. Так что это вполне, да? Можно сказать, что это правильное питание, что в Музе, приставлено. Понятно. А в Москве представительство тоже есть? Да, в Москве есть дистрибьюторы. Молочный мир, UnicTrade. Молочный мир, знаем. Так что у них не есть. Спасибо. Вот так вот отказалось, что Рузики – это Самара. Тоже классная вещь. Это сиропы. Где? Вот смотрите, что мы тут думали, что Мартин – это только семечки. Оказалось. Здесь они уже что только не делают. Японский десерт, оболочка из рисунок. Да это мороженое. Какое мороженое? Это десерт. Здесь оно честно. А внутри там либо мороженое, либо какая-то другая начинка. На стенде Мартина представлен какой-то японский десерт. Необычный. А тут выставлено, нет? Нет. Вы можете на… Ёл выпало. Это практически колобки. Империя Б. Вот, а полный. Центр Москвы. Еще только нет. Настоящие кукурузные чипсы. А что это? Вот так вот. Купил себе в магазине такие. А это кажется таком. И Море Синема подождет. Давайте в кинчатах продаются такие. По поводу. А может быть это те, которые в кинотеатре продаются. Я не знаю. Да не похоже. Ну я не помню, даже. Ну ладно, пойдем. Ну это супер ростовые куклы. Классные. Спасибо. Работайте жмачки. Проводите классные жмачки. Реально классные. Абонфеты и жмачки. Вас сфотографируйте? Пожалуйста. Давайте вас я сфотографирую. Спасибо, спасибо. Давайте вас сфотографируем. Не, я репортаж веду. У меня тут на проводах все. Спасибо. И что, получается у вас? Да. Обалденно. Репортаж. Ну что, ребят, давайте достаем тогда свои телефоны. Сфотографируемся с красными, обалденными, позитивными медведами. Вперед. Я вам сейчас с тобой руку обещаю. Честь слева даю. Ловим. Пойдем дальше. Пойдем подойдем. Все невероятно занятые, быстрые. Вот так вот. Ненатуральный продукт Белевская пастила Привет Из колонны Пастила действительно вкусная Можно попробовать Будете в Коломне, купите обязательно Стенд Бабаевский какой-то такой не очень вкусный Ну да ладно Среди этих сладостей нельзя быть угрюмым Но все-таки есть люди, которые остаются угрюмыми даже среди сладостей Наверное те, кому их нельзя Что, погнали? Сто лет не видели азербайджанского чая А на выставке-то он есть А можно? Мы уже забыли вкус Не можно, а нужно Вы какой чай любите? Зеленый С чабрецом Нет, нет, нет Да, это любишь Вот тут Как ни странно, зеленый азербайджанский чай есть зеленый Нас обещали угостить чаем с чабрецом Сейчас попробуем Зеленый с чабрецом Зеленый с чабрецом Зеленый с чабрецом Продает его кубанти Вот так вот И нам, пожалуйста, из этого краника Тут еще разница там с ромашкой, корицей А можно с корицей попробовать? Да, даже волшебный судлючок с различными сортами Чай, конечно, вкусный Чабрецом Зеленый с чабрецом Бодрит Не по-детски Вкусный, спасибо Айзер чай Освещение от стенда Спасибо Ну, собственно говоря, тоже чай, который в Ашане не кушаешь Да вообще, я не знаю, в какой-нибудь сети можно его купить или нет А может быть, это только выставочные образцы? Надо же, чай Вильямс Кто-нибудь видел такой Finest tea Я где-то видел Но не помню, что выпил Ну, есть кафосные упаковки Новые, охлажденные, тупые пёры Приготовленные полностью из натуральных ингредиентов Оригинальные, нестандартные рецепты От московской чайной фабрика Именно на этом стенде мы видим того срама самого синего слоника Интересно, это тот самый чай или не тот самый чай Хитрый маркетинговый ход Тот самый чай Со слониками Вот и по бокам расположены эти всякие Тут уже дизайнер поработал на славу Из Непала Где из Непала? Вот Непала Здравствуйте Раньше этот чай назывался индийский Сейчас он называется цейлонский, да? Есть самые разные Разные Нет, тот самый, который с советских времен Он же там определенный И есть Мы существуем 120 лет Как выпускаем, так и выпускаем Единственное, что ассортимент диверсифицировали Поэтому сейчас присутствует Еще несколько Торговых варок И с каю По сравнению с тем, что было в Советском Союзе Но тем не менее, тот самый чай Который был в Советском Союзе И тот самый чай По-прежнему пропускает Это наш Красный слон Красный слон То есть он вот этот Из тех самых времен Это именно он, да? Понятно А они теперь в пакетиках или как? Есть и в пакетах Есть и листовой Листовой То есть насыпной, да? Да, и самым А в вашем ассортименте только черный чай, а зеленый нет? Давайте Давайте Бальзам на мое сердце Кубинский кофе Кто бы мог подумать Я знал, что кубинская продукция будет на этом Интересно, на Кубе произрастает кофе? Это, конечно, вопрос к моему другу Сыну Фиделя Кастро Сыну Фиделя Кастро В этом павильоне закончилось А вот Дальше продолжается кофе Кофе, чай Какой? Прокуля Да, да, да Прокуля Чёрный, да Чёрный, да Вот и большую Килограмму Дальше Традиционно А есть тут необычный Стенд Вот если кого-нибудь таким чайником обзовут, это ужасно Нет, нет, я... Куртиз Куртиз Ооо, кофе Не обжаренный кофе Что необычно Что необычно А ты говоришь, чай весь Тут чай весь? Я сказала, вот весь чай весь Оооо Огромный стенд Дивма Куртиз 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 Интересно Какая имеется ввиду империя? Из звёздных войн? Или царская империя? Чай Дарт Вейдер, например, было бы прикольно Да Инстантрус Экстракты Ингредиенты Вау Себастья А вы Москвы берите калорус? Берём, да В Москве можно собрать Всё это и есть в Москве Самый яркий чай Да нету его здесь Если бы он был, я бы купил обязательно такой чай Попробовал Себастья Да Кофе тема, конечно Кофе и чай мощная тема Это что, реально с Авереста? Чай? Реально из Непала Из Непала, да? Да Ну такой у нас не продаётся Или есть? Можно купить где-то? Почему? Ну где-то есть, конкретно не скажу Потому что мы сейчас только начинаем Продаём-то мы не только что Мы делили в отдельные стенды В отдельную категорию Чтобы имели как Непальский чай Со своим качеством То есть чтобы у нас И упакованы в том числе Именно сейчас Вот так вот Чай с Эвереста Всё Таких только стендов мы А вот и нашел Болгус Плэйер Хелис Вот так вон, индийский чай Тут тоже чай со слониками, но не с синими Там может быть все Здравствуйте Здравствуйте Разных оттенков, это какой-то желтый, это вообще черный Нет, стоп, это зеленый Это зеленый, вот это зеленый? Да, это зеленый Это с бергамотом, это черный крупный лист, а это черный мелкий лист Вот можете здесь снять, тут еще видно, наглядно Понятно, зеленый попробовать можно? Зеленый, конечно, вам только, сейлонский со Шри-Ланки Почему здесь стоит чайник, а у меня его нет? Какой чайник? Да, чайник? Да, это вам Спасибо Ну, этот чай на традиционный какой-то зеленый вкус, но, конечно, не похож Необычно Необычно Зеленый чай, который не очень похож на зеленый И по вкусу тоже Вот так выглядит Когда не шумную там толпою Выставка закончила работать в 6 часов И мы идем все на метро выставочное и на метро Беловой центр и Охимон Хорошо Я послал